Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсиновский. Сейчас мы с вами установим Джанго. Начинаем Джанго 4 курс. Не надо пугаться, кто-то сейчас будет говорить, потому что сейчас в сентябре Джанго выход на декабрь. В декабре вы будете уже строчить сайты на любых версиях. Значит, сейчас мы с вами установим Джанго. Я подготовил ссылки, которые нам понадобятся. Они для участников школы. Что-то там платное, что-то бесплатное, но, в общем-то, смысл будете понимать. Этот курс будет особенный. Почему? Вы знаете, первый курс я написал в 2012 году. Я был первый в Рунете тогда. Это был единственный русскоязычный курс на Джанго. По тому курсу много людей научилось. И с того момента я написал очень много уроков по Джанго. Наверное, больше или около 20 суток. То есть, если сутками смотреть одно чистое видео. Особенность этого курса заключается в том, что он будет полностью практический. Первое главное, начнем с нуля, конечно, чтобы каждый вошел. И войдем правильно в Джанго. То есть, зачастую люди изучают, изучают, потом говорят, нифига не понимают Джанго. Так вот, сразу напишем небольшой сайтик и разъясним. Ну и дальше все посмотрим. Давайте устанавливать, а там разберемся. Значит, теперь могут сказать некоторые ребята. Что как так? Джанго еще не вышло. Да на самом деле, без разницы, в какой версии писать. У Джанго надо немножко понимать суть. Если вы думаете, Джанго сильно меняется сейчас. Нет, не меняется. Джанго менялась до версии 1.6. Я начал с версии 1.2, помню. Сейчас версия 4. До версии 1.6 Джанго-разработчики чего-то там делали сами. Ну, надежно, все хорошо. Но разрабатывали сами. За это время родилось сообщество. И уже с версии 1.7, что начали делать Джанго-разработчики, они выявляют, смотрят, какие библиотеки люди больше всего используют, и начинают их добавлять. Первая такая библиотека была добавлена в Джанго 1.7, то есть миграции. Да, раньше можно было только добавить, а с миграцией можно и удалять таблицы. Потом были добавлены, там дальше, в версиях Breaks, то есть работа с классами. И это идет потом шаблоны. Ну, допустим, в Джанго 4 добавляется Redis. По сути дела, я его использую, и многие другие разработчики используют уже сто раз. Но сейчас можно будет использовать из коробки. А поэтому, а все остальное в Джанго, оно все, смысл, стратегия все одинаково. Да, добавляются некоторые методы. Да, он надежен, стабилен. Они стараются сделать очень мощный фреймворк. Поэтому важно разобраться в самом Джанго. Ладно, давайте устанавливать. Итак, давайте разберемся с установкой. Во-первых, мы прочитаем. Джанго 4. Джанго 4 работает с Python 3839. 3839, 3.10. Пусть для вас это не будет каким-то новшеством. Если у вас даже стоит Debian 10, то я дам ссылку, как установить версию там 3.9. Мы устанавливали Python. И неважно, Debian 10 или там Ubuntu. Ну, если Ubuntu 20.04, там 3.8 уже будет работать. Ну, а можно установить так абсолютно любую версию. Я давал уроки, да. Второе, нам понадобится виртуальное окружение. И третье, алиасы для доступа работы. Нам понадобится среда VS Studio Code. Здесь я ничего не буду говорить, потому что в разделе подготовка мы с ней разобрались на сайте. Поэтому первое, что надо сделать, это собрать себе вот такую вот связочку. Зачем это делается? Для того, чтобы не заморачиваться с виртуальными окружениями. Вот у вас будет папка. Там вы себе сделаете пример создания виртуального окружения. И с любого места, без всяких там путей, вы будете его создавать. Благодаря вот этой вот библиотечке. Поэтому единственное, что от вас требуется, это, чтобы не запоминать, можно даже скопировать, открыть терминал и написать сюда то, что мы хотим в виртуальное окружение. Мы напишем Django 4. Ребят, сразу объясняю очень важную вещь. Когда вы начинаете работать с виртуальными окружениями, у вас через месяца 2, 3, 5, 5, у вас будет их десятки. И потом вы будете сидеть, чесать репу, думать, где какое. Поэтому, если вы называете проект Django 4, то так называете виртуальное окружение Django 4 ENV. Только добавляете ENV. Сразу вам понятно. Первая часть это название проекта, вторая часть это ENV. Значит, проект называете Django 4. Тогда, сколько у вас не было виртуальных окружений, вы никогда не запутаетесь. Все, у нас виртуальное окружение, благодаря вот этим библиотекам, ссылки в описании видео, сказал сайт spb.retout.ru. И мы создаем. Эта библиотека, что она делает? Когда мы ее устанавливали, мы указали пути, поэтому я открываю домашнюю директорию, я знаю, что у меня виртуальное окружение здесь, в директории ENV. Не называйте VNV, еще зачастую виртуальное окружение называют VNV. Вы не называйте. Почему? Потому что вы, возможно, потом захотите поставить анаконду, там называются VNV, по-моему. Чтобы не путались. Поэтому назовите как-то ENV таким образом. Итак, вот наше виртуальное окружение Django ENV. Отлично. Открываем VNV Studio Code. Сначала, следующим шагом, что делаем? Создаем наш проект. Где хотите, создайте... Секунду. Например, создайте папку. Мы будем писать много приложений, поэтому создаем папку Django Project. Их много, Project. Все. И... Создаем здесь директорию. Здесь ничего не будем создавать. Мы здесь уже сразу назовем проект. Почему? Пока открываем виртуальное окружение. По сути дела, мы можем сделать вот так. Как раз я продемонстрирую возможности этой библиотеки виртуальных окружений. Мы открываем вот эту папку. Берем путь, копируем, чтобы не прописывать вручную. И переходим в нее. Мы благодаря той библиотеке вводим команду WorkOn. Если просто WorkOn, то мы видим все виртуальные окружения. Если мы вводим... Это вот эта вот библиотечка. Если вводим WorkOn на наше виртуальное окружение, Django Tab, Django 4 Env. Это наше виртуальное окружение. Нажимаем Enter. Deactivate. Deactivate. Написать. Будет деактивировано. Не цепляйтесь к словам. Английский у меня плохой. Выучу с дочками через лет 7. Когда пойду в школу. Отлично. Теперь нам виртуальное окружение. Мы можем... Django даже не разбираться сейчас. Нам надо его просто поставить. Посему давайте разбираться с остановкой. Если мы набираем PIP Install Django. Просто Django. Без ничего. И ставим. Установится последняя стабильная версия. На данный момент это версия 3.2.7. Это легко проверить. Мы с вами изучали в школе PIP Freeze. И выведем все библиотеки, которые у нас установлены. Django 3.2.7. Значит, мы с вами будем работать с Django 4. То есть, я к чему это говорю? Вы сможете работать сейчас и с Django 3. Теперь стоп. Стоп. Остановились и очень хорошо меня услышали. Ребята, запомните простую вещь. Мы изучаем Django 4, потому что интересно поработать с редис. Но если вы сейчас делаете проект, и это будет проект на производство, то все проекты на производство делаются на стабильной версии. Стабильная версия в Django всегда имеет после запятой 2. То есть, 2.2, 3.2, 4.2 и так далее. По сути дела, вам просто надо будет обновлять, и эта Django у вас будет работать всегда. Но мы начнем изучать новую версию. Но, тем не менее, изучая Django 4, вы сможете работать в Django 3. Без разницы. И в любые стороны. Значит, смотрите. По сути дела, что происходит? Происходит следующее. Стабильная версия, она долго поддерживается. Будет, допустим, 2.2, 24. А вот 3.2, 7. Несколько лет поддерживается. И, по сути дела, это сайт, когда на стабильной версии делаешь, сделал, забыл. То есть, можно сотни клиентов, копаться вы не будете. Почему? Потому что Django именно так работает. Сделал сайт и забыл. Значит, мы посмотрели. 3.2, 7. Значит, мы можем установить какую-то определенную версию. Давайте сразу это потренируем. Нажимаем Download. И смотрим, какие сейчас есть версии. Давайте возьмем версию 2.2, 2.24, чтобы научились устанавливать с этим вечно вопрос у новичков. И сделаем так. Пип install 2.2, или 2.3, upgrade. И дальше знак равно. Устанавливаем нужную нам версию. 2.2, 2.4. В данном случае, версия, которая стояла до этого 3.2, 7 ушла, уйдет обновиться на более низкую. Значит, смотрим. Что-то не так сделал. Ага, все правильно. Конечно. Садись, дурак, 3.2, 1. Это я сам себе. Я же версию Django не сделал. Upgrade. Он у меня спрашивает, чего ты хочешь установить-то, а? Upgrade. И ставим Enter. Вот мы видим, что у ним стал 3.2, 7. Стало 2.2, 2.4. Проверяем. Pip freeze. Видим. 2.2, 2.4. Нам с вами, мы начинаем, то есть разобрались, да, вы так сможете любые версии ставить. Нам с вами пока, я говорю, я не знаю, когда вы смотрите видео, поэтому пока на данный момент не вышло, она нестабильна. Ну, нестабильность в том, что там редис может как-то криво работать, но за два месяца они доводят до стабильной версии, а мы с вами уже будем заниматься. Поэтому нам надо в данном случае указать, как здесь указано. Потом вам это не надо указывать, когда стабильная, либо указывать конкретную. Вот здесь написано, джанга 4.4.0, альфа 1, да. Поэтому я говорю, что тут без разницы. Дайте я себе выпишу сейчас. И я хочу сейчас поставить версию 4, и мы будем с ней работать. А потом, когда выйдет стабильная, мы ее просто в этом проекте обновим, и все. Мы обновляем, обновляем, а потом она будет стабильной. Поэтому я ставлю, я делаю так, пик install upgrade, версия равна, джанга 4.0, мы с вами для уроков, для производства стабильную используйте. Это вы услышали, я надеюсь, да? 2, а 1. Через 2 месяца она уже выйдет, но, может, вы смотрите видео, она уже вышла. Я нажимаю enter. Чего-то я не указал. Так, смотрим. Так, 4, 0, 1. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Да, прежде чем пойти дальше, никогда не забывайте обновить PIP. PIP. Install. Upgrade. PIP. Нажимаем enter. И в данный момент установлена актуальная версия, ничего не обновилось. И добре. Все правильно. Пока она не стала, они пишут с большой буквы. Поэтому я написал с маленькой. Пока она стабильно не ставится, у них такая... Проверяю. 4.0. 0.1. Вроде так. Так, чего-то не так сделал. Секунду. Эй, ребят, ну опять же, на старуху бывает проруха. Чего-то я понаписывал не того. Ну, бывает такое, не буду переписывать видео, лень мне еще сказать. Да, бывает такое, конечно. Ишь ты, дурима. Джанго. Вся секунду. Ох, дурима. Что-то я совсем тут напортачил. Вот, теперь будет правильно. 4.0.1. Вот, теперь будет ставиться нормально. Проверяем. Бывает, на старуху проруха. Да, действительно. Джанго. 4.0.1. Ну, в общем, все, что надо, нам установилось. Все отлично. Все. О, Джанго. Теперь нам надо создать проект. Зачастую бывает проблема с созданием. Когда пишут, создадим проект. Джанго. Админ. Пай. Не всегда работает. То есть, в старых версиях работал, поэтому пай иногда надо уделять, убирать. Я сейчас специально поставил старт прожект и назовем. Я назову проект, так и назову. Джанго. 4.0. Нажимаю Enter. Видите, команда не найдена. Давайте попробуем сделать то же самое. Так, секунду. То есть, сейчас я делаю то же самое, только убираю пай. И нажимаю Enter. Так, я вижу, потому что перешла на следующую строку, проект создался. Я нажимаю LS и смотрю. Да, действительно, есть проект Джанго 4. С этого момента мы можем уже открыть ВС-студия кода. Открыть папку. Заходим в домашнюю директорию или где вы сохранили. У нас был Джанго Проджект. Открываем, нажимаем ОК. Итак. Смотрим, что у нас здесь есть. Будем разбирать подробно дальше. Файл настроек, URL, ну все как обычно. Будем все подробно разбирать. Тем не менее, чтобы полноценно запустить нам проект, нам надо некоторые вещи сейчас добавить. Добавить нам надо две вещи. Ну, я не хочу писать, поэтому мы зайдем, возьму со старого проекта. Код будет на странице, ссылка на курс будет, это бесплатный урок. Почему? Нам надо добавить несколько ссылок. Это сделать надо в начале. Вот здесь, после static, добавляем папка static root. Видим сейчас, что у нас OS не высвечивается. Раньше они добавляли, сейчас нет. Почему? Что делаем? Вверху импорт OS. Импорт операционная система. И все нормально. То есть, папка static, это куда будут собираться статические файлы. Это CSS в стиле и все прочее, с админки и со всего сайта. Далее, сама папка static, где ее? Вы можете менять. База.dir у нас сейчас стоит. Почему? Потому что вот здесь вверху, хотя путь мы можем изменить, называется папка база.dir. Патч, файлы, иными словами, папка указывает на наш проект. Почему мы используем база.dir и название папки static. Папку media файлы, это там, где будут храниться файлы, закачанные пользователем. То есть, называем media, то есть все по стандартному. Далее, стандартная утилица OSF.patch.join мы изучали в школе. Это база.dir.media. Папку media создаем вручную. Не забывайте это делать. Сразу создали и забыли. Так, я что-то не то. Все то сделал. Все нормально. Что еще надо сделать? Во все файлы, где мы с вами собираемся использовать русские буквы, то есть русские комментарии, добавляем кодировку. Секунду. Иными словами, вставляем кодировку, чтобы можно было использовать русские буквы. После этого, что нам еще осталось делать? Там надо выбрать свое виртуальное окружение. Нажимаем внизу и находим наше виртуальное окружение. Теперь мы можем создать терминал и виртуальное окружение сразу. До этого я вам говорил, что кто-то, что надо сделать? Мы с вами рассматривали уже, но здесь расширение. Ведете Django. Тут достаточно расширений есть под Django. Посмотрите, какое устанавливать. Значит, можно установить сниппеты, можно Django Intelli. Django Intelli, Django Intelli, то есть посмотрите по звездочкам. В общем-то, я не люблю использовать расширения, не люблю использовать кнопочки. Вообще, я использую Vim, но посему мы будем... Вам я буду показывать VR Studio. Значит, смотрите. Я был открыл страницы, ссылки я сказал, что будут. Сделать себе, у кого есть желание, алиасы. Я сейчас сделал алиасы. И, по сути дела, у меня вбиты команды MAMI. Вы свои придумайте ST, RUNS. То есть, мне так удобнее. Почему? Либо с кнопочками при помощи расширений. Ну, я это не делаю. Мне просто так быстрее сделать. Почему? Мы можем уже сейчас собрать проект. Мы проверяем базу данных. Ну, само собой, она есть по умолчанию. PostgreSQL потом можно поставить. Наверное, мы поставим. Написано база ТИР. Все есть, да, по умолчанию. Мы MAMI, да, то есть, видим, что все нормально. Дальше я беру свой алиас, миграция и ST. Все собрал. По сути дела, мне так быстро. Это то же самое, чтобы я вводил команды. Так, секунду. Это то же самое, чтобы я вводил команды. Следующие, да, просто отдельно. Python-ManagerPy, MacI-Migration, Python-ManagerPy, Migrate и Python-ManagerPy, CollectStatic. Мы их изучим. MacI-Migration проверяет, есть ли база данных, которые надо добавить. Migrate проводит миграции, создает таблицы. И CollectStatic собирает статические файлы. После этого у нас появилась файл стати, папка статик. Посему нам надо добавить еще одну папку. Нам надо добавить не папку, а еще две настройки. И будут они находиться у нас, знаете где, вот здесь. Под Media. Ну, просто так удобней. Скопируйте. Значит, мы добавим настройки, пользуемся и разберемся. Static File Finder, то есть, по сути дела, это две утилиты, которые очень хорошо имеют искать статические файлы проекта. И Static File SDRS. Пока в ней ничего у нас не будет, будет какой-то пример. Для чего? Когда мы будем создавать приложения какие-то свои, у нас там будут файлы статик, возможно, да, или мы будем добавлять Bootstrap, и там будут статические файлы. Так вот, мы как раз в эту папку Static File SDRS, то есть, еще какие статические файлы, добавить в папку статик. И, по сути дела, то, что мы будем здесь указывать, оно будет все потом сохраняться в папке Static дополнительно. Указать можно все, что хотите. Это будет удобно, да. Это надо сделать сразу. Вот теперь проект можно запускать. Здесь мы поставим сейчас как строку и хосты все. Когда у вас будет производственный проект, потом, я не думаю, что забуду, то здесь вы указываете два адреса, реальный свой адрес. Например, там, вот как я свой сайт spb-tut.ru запятая, новая строка и www.spb-tut.ru То есть, один сайт без www, второй ваш же сайт, все, что будете открывать. Так, пока все. И теперь мы можем запустить. Для этого нам предлагает создать, значит, файл запуска. Дальше выбираем Django. И после этого мы можем запустить наш проект. Проект у нас должен отработать без проблем. Поэтому мы нажимаем Ctrl, нажимаем. И да, мы кое-что не сделали. А не сделали мы, значит, что делаем сейчас? Сейчас добавляем еще одну панель и пишем уже вручную. Это не так часто. Python. Создадим нашего пользователя. Супер пользователь. Python Manager.py Clit SuperUser. Нажимаем Enter. Так, чего-то я здесь Python... Python... Ага, пропустил одну букву. Одну букву пропустил. Теперь все правильно. Я оставляю свой домен. Дальше пишите свой адрес. И дальше указывайте пароль. После чего будет создан пароль. Я тоже указываю. Здесь может не отображаться в данных. Раньше отображалось. Теперь сделали. SuperUser. То есть пароль создан. После чего мы открываем наш сайт. Обновляем его. И мы можем войти. Допишем админ. Нажимаем Enter. И заходим. Так, все у нас отработало. Пользователи группы. Грубо говоря, админка Django. Дальше нам осталось ее перевести. Ну, пока все. Пока все. Теперь просто рассмотрим. Расскажу, что будем делать. Как будем изучать. Ребят, смотрите. Что будем делать. Первое. На что я хочу обратить внимание. Хорошо поработаем с базой данных. То есть нам надо очень четко разобраться с такими вещами. Дальше курс пойдет. С выборкой. Пока будем стройки брать. Там пару методов. С выборкой. Значит, с выборкой. Как создаются модели. Что в полях добавляется. То есть мы разберем модели от и до. Потому что для Django разработчика есть, по сути дела, действие здесь шаблонное. Django разработчик что делает? Его задача разместить объект. Это будет запись, картинка, неважно что. Базу данных. Потом понять, как ее оттуда извлечь. И уже когда он по ним разместил, то, по сути дела, она наша. Ее можно извлечь и уже только разобраться, как и где, каким образом показать. Все это и есть операции с моделями. По сути дела, разберем от и до для новичков. Далее, конечно же, заострим внимание на шаблонах, на представлениях. Здесь на представлениях есть функции, есть классы. Мы затронем и функции, и классы. И разберемся с таким подходом, как написание миксинов. Что такое миксины? Это примеси. По сути дела, это очень удобно. Если вы пишете код на классах, потом делаете определенную выборку. Ну, вот как здесь, например. Ну, вот, например, вы пишете какой-то миксин. Иными словами, миксин это кусок кода или называется примесь. В данном случае, этот миксин, он выбирает пользователя. Далее, вы этот миксин можете добавлять куда угодно. Да? В любое представление. И, по сути, кроме того, что будет делать представление, оно будет еще выбирать конкретного пользователя. Это удобно. То есть, на миксинах вообще написаны целые фреймворки. Например, Panda, Pandas, там очень это широко распространено. Поэтому, кроме обычной стратегии Django, мы разберемся с такими вещами, как вот писать приложение удобно и круто. Где-то затронем JavaScript. Ну, и так далее, и так далее. В общем-то, эта ссылка есть. Все, почитайте сами. Всего здесь не расскажешь. Потому что курс большой. Я упомянул только некоторые вещи, которые нужны. По сути дела, все вещи сводятся к одной простой вещи. Курс делаю таким образом, чтобы человек... Он полностью практический, чтобы человек мог создавать реальные сайты, разбираться в документации, грубо говоря, дальше развиваться до профессионала. Все необходимое для этого дам. Все. Заниматься можно сколько угодно. Получается, пока не понял, занимайся. Ну, пишут все, кому не лень. Лишь бы было, грубо говоря, желание. Все, спасибо. Дальнейшие уроки я уже не буду так подробно. Я буду только делать на YouTube обзор. А все уроки уже будем писать по 10 минут, по части, по части, по части. Это такой первый урок. Ссылки все в описании. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok